Отче нашей жизни на небесе, Царю Небесный, утешителю души и стены, И живи с детства, и все исполняем Сокровище благих и жизнеподателю. Приди вселися вны, и очистили от всякие скверны, И спаси Боже души нашу. Благослови Господь, всегда ныне и приснай во веки веков. Благослови Господи в наше занятие именем Господа нашего Иисуса Христа. Даруй нам сесть у ног Христовых, Как некогда сидела Мария и слушала Господа. Великие слова спасения. Слава Тебе, Творец, за то, что осталось нам такое дарование великое, Как Твои слова, которыми Ты, Господи, нас и спасаешь. Благодарим Тебя за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ко мне сейчас подходил человек один с просьбой и, можно сказать, совещанием и с претензией. Связано с тем, что я сегодня вышел говорить. Раньше я говорил, на каждой субботе две проповеди и воскресенье две. А потом отошел и сказал так. Если не будет две проповеди, Златоуста там или Василия Великого, Григория Благословного, Святых Отцов, то я сразу зайду. Меня никто не отключал, я не запрещенный. Я просто отошел. Отошел и на этом все. А тут получилось так. Сегодня я сказал, вот мы в Потеряевке, вы говорите, тут мы слушаем, а здесь не говорите. Я говорю, я себя уже застолбил. Они говорят, почему? Они одну считают, тогда я сказал, две. Тогда я выхожу. А когда батюшка, батюшка вторую считает, уже две, мне не зачем выходить. А здесь две считаются. И как я теперь скажу, убери из Златоуста, да и я буду уговорить. Значит, вопросы серьезные. Считают монотонно, говорят, можно уснуть. А тут что спать-то, когда я говорю, тут не до сна. Каждый думает, ой, бы не про меня ничего не сказал, ой, бы ничего не сказал. Ну, значит, мне нужна помощь, чтобы я поделился с этим. Дело в том, что я умею, умею просто, у меня талант такой есть, отрезать. Уходить в канулку. Вот представь стихотворение. Пишу девять лет. Девять лет. Так, быстренько посчитай. Сколько в девяти годах дней? Ну-ка, 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 возьми, да, быстренько. Девять на триста шестьдесят пять. Три тысячи пятьсот где-то. Слушайте. Вот смотри, все делает. Глянь маленько. Три тысячи двести восемьдесят пять. Три тысячи двести восемьдесят пять. Сейчас. Так, сколько? Три тысячи двести восемьдесят пять. Три тысячи двести восемьдесят пять. Да. И у тебя тоже получилось тогда? Я не считал. Это Сережа прикинул, ну, правильно, в принципе, нормально. Так, давай, три тысячи двести восемьдесят пять. Да. 285 А теперь запиши 3467 Отними то, что получалось Вот теперь получается что Я 9 лет Стихи укладываю Каждый день 9 лет Получается по одному стихотворению Да еще 182 отдельно 182 это как раз полгода еще Полгода у меня в запасе Это не просто Ну смотришь, допустим, Пушкина, Некраса Бывает 4 строчки И страница даже чистая От отдельного стихотворения У меня они все По 9 куплетов, 36 строчек Это или графомания называется Или что-то такое Вот это писать А когда начинает читать У меня больше всего, кажется, понимает Вот сидит человек, брат И только с третьего захода Дойдешь, говорит, что там наковырял Что это писал Когда старобрядцев допрашивали Там, ну, новая Испеченная Никодяня-то Аня Да мы убогие Мне что, убогие Понаписали грамотами разобрать Ну, определенно Так и здесь У меня 3467 стихотворений За 9 лет Плюс 182 Спрашивают много или мало По количеству Это Пушкин Некрасов Некрасов Лермонтов Блок И вместе взятые За всю их жизнь Меньше, чем одного за 9 лет Как? Это не бывает так Поэтому Я больше не пишу И после этого Рука Сейчас так вот прям Ахутно писать Такие мысли Я прохожу И напиваются сразу С музыкой Но уже не пишу Я сказал Господи, все больше мне не надо Не надо Я уже занимаюсь Другим делом перешел Точно так с проповедями У меня там 1136 проповедей Сохранившихся Я сказал Больше не проповедую Отрезавый ушел У меня молитва была Так, когда говорю Некоторые, ну, не знают Вот, допустим, Евгений Он новенький, не знает Он написал Дар, который талант Языки Там то другое Мне Бог позволил Это испытать Что такое изучать разные языки Вот я в армии был Ну, с чем угодно занимаются Играет Там то герой Я занимался изучением языков Самостоятельно Немецкий у меня первый язык Я занялся В школе языка не было Занялся Через полгода Я мог у них проповедовать Собрали Самостоятельно Английский у меня Четыре месяца ушло Занялся Французский Испанский Греческий Зачем? Не знаю Изучать все Политические системы мира Из армии все изучил Верят люди С трудом верят А дальше говорю Вот какое дело Я был душой общества Я может быть знал Несколько сот анекдотов разных Расскажу Я вот так за животы Хватаю Я не просто их Повторяю Я вкрапляю В эту жизнь Вот это все Книжник Выносит старое и новое Это старое Если было Зато он скажет Бывает такая бурная Крапива растет Распаши Там будет расти А если еще не росло Солончаки Распаши Там все равно не будет Так если он был ревностный Савл И когда Бог его избрал Эту ревность Теперь ты направил В другую сторону И пошел Вот у меня Я не придумываю И вот когда мне Это Бог там давал Бог меня сохранил От того Чем вот Женщина То другое Главное связь с женщиной С мозги Съедает А сейчас компьютерные игры И я Здесь Буквально в первый день Я на молитве У меня это все Товарищи Друзья Там Никакого блуда Не было Просто Я помолился Господи Убери у меня Это Когда просишь В это верят А что убери Я ни одного Еще не встречал Я встал утром У меня Первый фазматиров Как бывает Когда там Ну полный Переформат Диск Он чистый Отец пришел Дома Сыновья Маленькие Залезли И они Полностью Все диски Стерли у него Вот у меня Точно как Маленький ребенок Я встал Еще не было Это не я Теперь место Он поднял коробушку Вычистил И теперь на этот диск Гигабайт И начал записывать Ну и говори Варится уже Вот я отошел от этого И меня сейчас туда Ну где я проповедовал Когда я приезжаю в Грузию Когда в Москве Я новенький проповедный Доехали до Португалии Там проповедовал Во Франции Тут я проповедовал Вернулся домой Снова замолк Я сказал Не буду Сейчас мне говорят Проповедуйте Я сейчас Пока ел Я бы думал Если это случится То только один раз Только в воскресенье И только тогда Когда батюшки нету И вот об этом Надо помолиться А потеряете Там одну проповедь Считаете или нет А когда нет Я до нее говорю У меня всегда в запасе А сколько Скажут у вас проповедей В запасе Ну примерно 150 Примерно Которые у меня готовы Я могу сейчас выходить И говорить И вот мне нужно Сейчас определиться Давать согласие Или нет Надо я на собрании Подниму вопрос И только один раз И после двух Когда златоуста Прочитает То есть я златоуста Не трогаю Я трепещу Это мой учитель А сказать Сегодняшняя проповедь Тронула человека Ну не один А там я по интернету Или где Я себе это не беру Если Господь подвиг Значит Как Исаи Первый И я Возьми меня Господь Усани чистая Иначе Возьми уголь Хирургин провел По устам Это считается Причастием Так что на первой неделе Готовьте к причастию Необжиданный поворот Такой Все Если все будет благополучно То через две недели Я могу выйти Но На следующем собрании Я подниму этот вопрос Потому что Меня перетаскивают туда Я как бы Я не давал слова Ну Разговор-то был Я посмотрю как Какая реакция Потому что Пропыни Я видишь Как касаюсь Очень глубоко Я это Выпрашиваю Выпрашиваю И Бог меня Раз Шторочку Откинул Маленько Я успел схватить Опять отступаюсь У меня написано Шторка сморщилась Когда Сжимаешь И она Вишь как Морщится Лоб Ну вот так Ты знаешь Фамилию его Как Аллоробский Е Горного инженера Горного инженера Золотопромышленник Это не золотопромышленник Горный инженер Там написано Золотопромышленник Ну это то Что он занимался Золотом Ну там написано На стене Я списал А где В музей То вы уже в музей сбегли Ну Когда я говорю Я там был Интересно как Судья судит А там выступает Петр Мой зять Чистый муж Ну и там Вот ты знаешь Он приходил У меня ребятишки спали Он спать не дает Поднимал их Судья так А судья посмотрел Вот так Как же так получается Так Петр Григорьевич Вы сказали Лапкин здесь был В другом месте А как он мог Ой Как ваша честь Так он же Вездесущий Это качество Бога Я не могу Вездесущий Он говорит Вездесущий Да Вездесущий он А он не сказал Что Их Их очередь Пасти Они выгнали Коров Два брата Вернулись домой Разделить И леглип Постель А корова Пошли там Пшенист растет Я понимал Кто Такие это Я прибежал В окно Сущий Вы пастухи Мы Да коровы то где Какие коровы Так вы же сегодня Пасете Так правду Мы их выгнали А куда выгнали Не знаем И скажи Какая моя вина В этом В Вездесущий В Вездесущий Это все записано Я не Вездесущий Но Кое где Бывал Вот главное Никого нету Свет нету В гонке Света Я не знаю Никого нету Я не знаю Это будет сказано И сказал им Жаль мне народа Что уже три дня Находятся при мне И нечего им есть Если не евшими Отпущу их В домы Их ослабеют В дороге Ибо некоторые Из них Пришли издалека Ученики Отвечали ему Откуда Мог бы Кто взять Здесь в пустыне Хлебов Чтобы накормить И спросил Их Сколько у вас Хлебов Они сказали Семь Тогда велел Народу Возлечь на землю И взяв Семь хлебов И воздав Благодарение Преломил И дал Ученикам Своим Чтобы они Раздали И они Раздали народу Было у них И немного Рыбок Благословив Он велел Раздать их И ели И насытились И набрали Оставшихся Кусков Семь корзин Евших же Было Около Четырех Тысяч И отпустилось Толкование Господь Не порицает Их Научая и нас Не слишком Нападать на Неопытных Но прощать их Как неразумеющих Размысли И о том Что Христос Никого не хочет Отпустить Голодным Но желает Всех насытить Дарами Своими И особенно Тех Кои Пробыли С ним Три дня То есть Крестившихся Так как Крещение Называется Просвещением И совершается В три погружения То Просвещаемые Крещением Оказываются Тридневными Просвещенные Едят И Насыщаются И Оставляют Избытки Так как Не все Божьи мысли Могут Вместить Из Рассматриваемой Истории Позна И то Что мы Должны Довольствоваться Только тем Что нужно И ничего Более Не просить Так и нам Должно Довольствоваться Даруем им По мере Нужды Конец Толкования Я думаю Когда Начал Мысль Пришла Ему Диаконом В греческой Церкви Диакону Пришла Мысль Да Толкование Толкование Есть Но Совет Какой-то Был Вот Эта Мысль Издать Трехтомник У меня Не было Это Помог У меня Толкнул Меня На Понаел Я Романах Тут Был Судников И он Говорит Это Один Из Томов Это Ничего Не Говорит Надо Отдельно Издавать А Как Думать Надо Мы Поехали По Разным Типографиям Какой Крест Делать Какая Надпись Все Это Директор Да Я Издаю Я Не Знаю Наконец Наш И Советы Все Воплотили Мы Тудар Сделать И Проще И Вот Он Когда Начинал Думал Он Или Нет Что Из Этого Получится Сегодня У Нас Здесь Главное Популиизм Божественного Не Святой Церц А Он Только Блаженно Называется Его Даже Святыми Называют Не Знаю Почему Интересно А Иван Кронштад Придумали Святой Праведный Это Масло Масляное Святой Он Праведный Ни В Ком Больше Так Не Говорят Святой Праведный И Вот Здесь Когда Он Начинал Люди Может Некоторые Записывать Стали И Он Останавливается Надо Подряд Тут Я Упустил Говорил Только То Что В Церкви А Тут Не Все По Порядку И Началось Потом Он Должен Все Это Собрать Должен Написать Машина Нет Компьютер Где То В Другой Стране Оставил И Теперь Он Вот Это Выложил Когда Стал Архиепископ Направили В Болгарию Вот Тут Нам Понятно Теперь Но И Он Тоже Мучился Кто Знает Как Это Ему Досталось Вы Знаете Когда Книга Печатания Была Это Гутенберг Первый Это Иван Федоров Иван Федоров Намного Позже В России Как Они Думали Вырезать Буквы А потом Думали Сделать Ящейки И Компьютера Не было Так и делали На бортах Правда Тут Может Печатали А букву В определенные Ищейки Ставили ФМН Они Выкатывались И становились На свое место Как надо А теперь Раз Выделил Скопировал Ставил Мало Того Наша Никоскопировка Называется Как Это Как Называется С книжки Когда Берешь Сканировать Сканировать Ага Сканировать Надо Я Много Сканировал Помогали Люди Одному Ничего Не Сделать Но Сейчас Вот Именно Люди Подходят Такие И Это Опять От Бога Я От Руки Переписывал А Преподавал Не Меньше Десяти Лет В Университете По Нему Потом Уже Свои Появились Когда От Руки А Потом Перепечатал На Машинке Вот Когда Говоришь Ну Неужели Это Все Можно Было сделать Ну Вот Делал Одно Время Сел Решил Перепечатать 12 Томов Златоуст Каждый Том 800 Сыщен Сравис Я Десяти Пальцев Методом Печатал Но Сколько Бумаги Надо Было И В Это Время Что Появилось Вот Как Глянешь Назад Люди Этого Не Понимают И Занятия По Изучению Такие Буквы Красивые Ровные Но Это Нельзя Было Сделать Это Дорого Стоило Вон Видишь Как От руки Написано Сравни Буква Д Какая У нее Запись И Какая Мягкий Знак Мягкий Знак Волнушке Годится Буквы Д Буква Д Смотри Как Рыжелело Постань Соблюдают А Мягкий Знак И Я Что Знаю И Вот Мы Сейчас И Говорим Об Этих Рыб А Мы Когда Рыбу Ловили Здесь Вначале Несколько Штук А потом Полтора Центера Вытащить Да Мелочь Вначале Разносить И Люди Не знают Куда Что Да Не Надо Больше Мы Завалили Буквально Думаю Вот Бог Умножил И Сразу Сюда Подумали И Хлеб Игорь Берет Там Немного Посеял Теперь Пшеница Больше Найди Аналог Какой Ты Увидишь Как Живой Евангелие Заговорит С нами Все Что Ты Видишь Все Это Пытайся Во свете Библии Рассмотреть Вот Сколько Ты Слышишь Мне Вчера Я Говорил Вячеслав Николаевич Новиков Он Говорит Надо Вести На каждом Занятии Задание Давать Чтобы Одному Стиху Выучили На Следующем Другое Проверить Ну Так И Делает Надежда Ведет Александровна Занятия С детьми Она Им Дает Печатает Они Переписывать Так А вот Он Почитал Сколько За год Я говорю Тут Одна Тайна Есть Такая Когда Они Будут Третьих Стих Заучить Первый Уже Забудут У меня Был Человек Самой Жил И Жил На Квартире Не Просто Так Игорь Владимиров Штертиков Он И стал Пугать Нас А я Поступлю Второй Университет Закончу Я говорю Не надо У тебя Этого Ума Не хватает Осмыслить Экономист Какой-то Экономист Когда денег Нет И экономит Даже Нечего Поговорили Так Я говорю Знаешь Как Давай Псалтирь Тебе Не Учить А Патриарх Геннадий Не Рухпал Диакона Пока Псалтирь Не Заучит Наизусть Может Это Поговорка Где Учишь У меня Приезжали Некоторые Был Один 118 Псалом Самый Большой 176 Он Наизусть Володя Устинова Брат Родной Сергей Очень Такой Спортивный Потян Старобрядец Старобрядец На русском Музыке Знать Псалом Но Чтобы Весь Псалтирь Я не Встречал Жизнь Не Разу Думаю Это Образное Выражение Как Там Я Гибель Наизусть Знаю Не Знаю Я Могу Сказать Правильно Неправильно Слух Возьму Может Подразумевалось Может Подразумевалось То В церкви Псалмы Читаются Может Это Наизусть Должен Знать Ну Главное То Что Я Знаю Псалтирь Тебе Не Выучить Проверим Годный Для Университета 118 Псалом Заучи Делать Не Еще Я Давай Распишемся И У меня Напана Расписался Я Расписался Кто Еще У Нас Был И Он Расписался Не Женат И Был Вот Как Выучишь Выдвиг Приходится Бегать Психиатрию Чтоб проверяли Нормально Или Нормально Это Нормально Это было Такое Когда он Сдавал Эзамены И бегать Надо было Ну Что-то Было Такое В армию Его Хотели Взять В армию Он Пришел Начал Там Ну Ему Просто Начали Разговаривать С ним Он О Боге Сказал О вере Его Тогда Сразу Раз Психо Он Не Просто Говорил Он Разъяснял И они Молен Что Они Ниже Его И они Вопросы Стали Задавать Так Он Их Расширят Еще Они Глаза На Него Еще Проверить Надо Я Теперь Везде В характеристике Пишу Стихически Нормальные Конечно Нормальные Чтоб Никаких Подозрений Не было И он Начал Учить Правда Много Учил 8 Кажется Стихов 9 1 Забыл Если Раз Ошибся Мне Не надо Все Иди Учить Заново Он Раз Попытался 20 Стихов Так И Оселил А их 176 Я Говорю И так Ну так Вот бумага Что ты Больше Не будешь Дриндить Чтобы Поступать В университет Ты Кого Пугаешь Мусульман Правильно Берут Колым Платить Две Лошади За Девицу Но Если Она В университете Учится Только Одну Потому Что Она Уже Испорчили Прут Она Уже Набралась В Пременизации Она Будет Еще Подзираться Будет Нос Маленько Повыше Макушки Все А у нас Наоборот Ой Она Университет Кончила Мы Не понимаем Ничего Мусульмане Понимают Так что Она Образование Прячет Батюшка Говорил Что Анна Кузьминчина Анна Кузьминчина Наизусть Выучила 118 Псалом Батюшка Говорил Да Кто Проверял Мы Не проверяли Вот и все Она Сказала Ты не свидетель Свидетель Тот Кто Слышал Я включу Магритофон Что Не было Она Будет Читать И все Она Не читала Наизусть Ломоносов Знал Солом На Церковном Славянском Вы слышали Передача Такая Про него Была Когда Он Пришел И Одного Остановился А у него Сын Непослушный Такой У Этого Ну его остановили Когда там На пропустом Пункте Оттуда Просто так Нельзя было Уезжать Город Он все Им Объясняет Ну и Когда Дома Говорит Ну куда Тебя Пристроить Читать Умеешь Умею А Псалтирь Можешь Читать Могу А ну Давай Читай Псалом 54 Книгу Дает Говорит А зачем Я тебя Прочитаю Начинает По русски По церковно Славянски Ух И кости Моя И сош Что Ломоносова Где щеки ставить Но он его Начал продвигать Но я Говорит Я кормить буду Это мою Ваньку Поднимешь Делай что хочешь Он дух растет Ничего не понимает И вот Он начинает Учить Ваня Вот это Так Да пошел К мамке Пойду Там пельмени Учи Он как дал Прибью Он начал учить Он уволил У люди Ваньку Вот тебе Учи Это 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 Чуть Кулаком Здоров Был Рыбак А когда Его начали проверять Они Михаил Это Не сбрехал Правду сказал Считать Умерить А он В Германии Был Постиг Всю мудрость И там Никого нету Чтоб учить Он приехал Теперь От него Все поют учиться Он и в геометрии И в математике И в стихосложении И В горном деле По погоде В горном деле Где бы не было Там Мало то На Венере определяют Что там есть Нет Астрономия Спектральный анализ У него Дудру был Рихман Как они Исследовали Что означает Молния И додумали Запустить Змея На шелковой Нитке А я Любитель Змея Я столько Переделал Я знаю Когда на них Поднимается И шелковая Нитка На конце Гвоздь Он сам Сидит рядом Началась Гроза Рихман Запускает Змея Это Ну и запустили В это время Молния ударила Она ударила В гвоздь Сразу через Это Тысячная доля Секунды И ударила В руку В лоб Разорла Башмак И вышла Конечно Труп лежит А Михаил Васильевич Остался Живой Так что В грозу Змея Не запускать Так еще Этот удар Стекла Выбил А? Удар Этот стекла Выбил Ну и про стекла Не считал Не слышал Но главное Что Мокрое Про водимости Ну я в сухую погоду Запускал Капроновые нитки Может еще В гвоздь Ну все Тогда пошли Евангелие От Марка Восьмая Глава Десятого По двенадцатой Стихи И точас Войдя в лодку С учениками Своими Прибыл В пределы Далманувские Далманувские Вышли фарисеи Начали с ним Спорить И требовали От него Знамения С неба Искушая его И он Глубоко Вздохнув Сказал Для чего Род сей Требует Знамения Истинно Говорю вам Не дастся Роду сему Знамения Толкование После Чуда Над хлебами Господь Точас Уходит В другое Место Опасаясь Чтобы народ Вследствие Такого Чуда Не возмутился И не вздумал Поставить Его Царю А фарисеи Пришествия Когда силы Небесные Подвигнутся И луна Не даст Света Своего Время Же Первого Пришествия Не имеет Ничего Подобного Но Все Исполнено Кротости Категорический Ход запрещен Даже близко Нельзя подходить Смрад Женщина Да Ни в коем случае Особенно Я вот заметил Утром у меня Связи Лучше Вечером Почти одни матерки Идут То ли одуреют Зади И притом У него Ну сколько 68 стран Захватан Сразу загорается Таиланд Я даже Гляжу Там Япония А все Одно тоже Те же самые Русские Ну почему Таиландцы Есть Я в Таиланд Заходил Я заходил В Таиланд Там тайцы Они мне А я что По английски Они мне По английски По английски Не шел Зачем Добудете говорить Мы все Собираемся И я даю Наставление Кто у нас Идешь Я то захожу У меня записи нет Я захожу Ну значит Выходить надо Чтобы тебя туда Ну как на занятиях Чтоб видно было Опыт уже есть И опыт не маленький То есть у меня прошло Уже больше тысячи тысяч Тысячи Горите Я там Закажу Протерялся Надо продолжать Или не надо Развлечение духа Сейчас главное Доблю на это Развлечение духа Я сразу смотрю Какой рот у него Какие глаза Какие уши Чем он занимается Начинаю только говорить Ипотер Тихо Чтобы На нет И скорее расстаться Показывает Сразу предупреждаю Ни одного скверного слова Иначе завтра будет стыдно Он не понимает Почему завтра Потому что завтра А он не видит А вы не предупреждаете Что снимает Вы не предупреждаете Что снимает Нет А это не ютуб А тут не надо предупреждать Там мелькает кадр Вы пока выкладываете там ютуб Тут вообще это не принято Галь Они там выходят Со всеми членами Я это поняла И что ты Какой вы Ну выходит Мне один прям Под ногу Кран сунул Я говорю Благодарю Они скоро сами будут А я сейчас Я не ищу Игорь Они скоро сами будут спрашивать Вы снимаете меня Нет Самое строгое Где вот встречаются Это ютуб Два предупреждения Третье сметают тебя Хоть кто будет Два Предупреждения действуют Кажется Два или три месяца В это время Если еще одно будет У тебя Значит они на самом месте Тебя блокируют Если еще будет нарушение У них правила где Я в эти правила вошел Меня два Три раза блокировали Не блокировали А предупреждения По одному И этот карантин выдержал А то Теперь все исчезает Как будто нет И притом Я ничего не сделал В школах В Германии Придумали Подготовили Десятый класс Девки здоровые Всем до нога Учителя все до нога Никки нету И в спортзале Теперь тянуть канат Чтобы упали все в кучу Я показал Вот это До чего-то они дошли Ну и показал Там кадры Которые есть Мне это приписали Обличил Я показал Я как раз сказал По слову Божьей Что на люди Куда впустились Девчонки стоят Все до одной Должны быть полностью И ребята такие же И учителя Все до одного Голые Вы сами-то где это нашли? А? Вы сами-то где это нашли? Не в Ютубе? Нет Ну я не знаю Ютубе или нет Ну думаю нет Какая-то другая Какая-то другая Еще есть там система Где-то Другое В потерявке Колит бычка Я все заснял И говорю Вот колят А до чего жалко? Вот сейчас он стоял Только и как он нож втыкает И как ногами двигает Кровь течет Но придет время В свободу славы детей Божьих Тварь будет освобождена Рабствовать ленью То есть А здесь написали Кто-то другое Кто-то пожаловался То есть Вот его вводят Привязывают быка Это можно Дальше Теперь Шкуру снимает Это можно Но момент Колить нельзя У меня это предупреждение Я им объясняю Они не принимают никаких Там может быть Техника Пожалуйста Подтвердилось Такое И Вчера мне пришло Опять Но не предупреждение А Замещание Как бы такое Сергей Павлович Ездил На соревнования В Бинск И я отправил туда С ним Виталия Калиникова С ними все Собаки Там все-таки Стадион И Получилось Три ролика Я их не мог соединить Ну они длинные Довольно По полчаса Почти Претензия Я теперь Я пишу Но посылать Я не посылаю Кто-то должен послать Что Это Собаки наши Снимка наша Делали это открыто А они у нас берут Тогда мы имеем претензии А как Если это наша А мне ответили Не надо писать Не надо Они сказали Но предупреждение Вам не выносится Это главное Предупреждение Не выносится Но мы поставили Там кнопку Что Монетизации Не может быть Там Потому что Оказалось В конце Музыка Которая там Звучит над стадионом А музыка Кто-то собрал Так себе Есть люди Такие Шантажисты И они Я записываю Архиерея Архиерея Ничего А музыка Смучит И вы взяли чужую музыку Как я взял Когда Вот я иду мимо А меня кто-то Прокисший Ударил там варенье Забрил Все Плати за варенье Какое варенье? Банка разбилась На мою голову Главное Все Респачкали Плати мне Деньги За это Мы ко мне В воду Зелтую собаку Забросили Через забор Плати за собаку За хорошую Это нет Но Предупреждения нет Они сказали Так Статус Вашего канала Не меняется То есть Вы утешили меня Маленько Я паникую Ужасно Почему? Потому что 43 миллиона Посетителей Просмотров Миллионы До 43 тысячи Подписчиков Сегодня Начал работать Вышел Где-то 5 минут Первого часа Уже все Вот и считай Поэтому тут тоже Надо молиться Чтобы меня Бог не оставил Вчера опять Заходят двое Мы давно Мы живем Там-то там-то В другом государстве А мы вас давно Считаем своим Духовным отцом Я отвечаю Нарожал И знать не знаю Где Как будто Проводником Вагоню Работал Пошли Даже знаю Там Где нету Нету Интернета Потому что Я звонил Там Священник Я не помощник Здесь Нет Там один Священник Они Поняли Что мне Накомолиться Чтобы Относительно Проповеди И здесь Мы пойдем Я даю Главное Это Определение Духов Внимательные Виде Но это Практика Говорит Что-то Я сразу Так давно Выпивал Нет Не давно Я сейчас Пью До свидания Давай по-хорошему Расстанился А другой Видно Там Глаз Один Смотрит А другой На 13 Сантиметров Подстал Так Ты еще С Будуна Скотелся Или еще Так Все До свидания Давай по-хорошему Чтоб ты не обругался А я его возьму Как он был И все Но кто-то Как-то Видимо Толе Нажался На одном Из тех Где я беседовал Закрыли мне его Ни предупреждения Ничего не было Прямо видно Что Я его не могу Этот ролик найти Тут видимо Кто-то С ним разговаривал А я ему Сказал Что вас будет видно А он видимо Неоднократно Сказал Я не хочу Я так догадаюсь Видимо Было такое Это все Интересно Ну вот Если вот Который не хочет Чтобы его снимали Пожаловаться Его удалят Этот ролик Не знаю Не знаю Но у меня стоял Какой-то Я так догадываюсь А что бы ради У меня его удалили Видно Красная черта Удалили Но ни предупреждения Ни уведомления Ничего не было Я вот Воскресенье Тоже приехал На соревнования Начал снимать Мне сразу Говорят Не снимай Как соревнования А если спорные вопросы А вдруг Кто-то не захочет Кто-то не захочет Чтобы их снимать Пускай дома сидит Я им так и сказал Вашими словами Там на стадионах Везде Все открыто Это в комнату Когда входишь Кому-то Тогда да Можно ясно Я говорил Пять мест Которые нельзя снимать Пять Четко и ясно Повтори Какие На военных кораблях Первое Объявляется Закрытое заседание Государственной думы Они должны объявить А так можно снимать Второе Таможенное пространство Где С государством в государство И то что у них огорожено Там нельзя снимать Это я подтверждаю Третье На военных кораблях И с военных кораблей С военных кораблей Нельзя снимать Четвертое Пятое Министерство газоаппликации Электричества Все Все остальное Это или незнание закона Который милиционер предстает Или умышленно вводит в заблуждение Триста тридцатая статья Уголовного кодекса И двадцать седьмая Гражданского Возможно закрыли ваш ролик Потому что там дети Ведь в вашей чат-рулетке Еще есть дети А без согласия родителей Вы не имеете права На свой канал Не заретушировав их к лицу Я-то забыл родителей А ничего мы не говорили Ничего нет Никто не знает Ни места В этом дело Хоть бы вы ничего не говорили Хоть бы вы даже вообще Просто снимок Не имеете права Когда указывают фамилия Имя Местонахождение Тут оговариваются Не просто я Снимаю Ребенок пробежал Нельзя Здесь А кто дома старше Если никого нет Вот так До свидания дети Когда родители Наоборот Я пока заобразец Я с ними не беседую Я хотел еще вопрос задать А вы вот эти Пять пунктов Где брали? Где брал? В интернете Там где подавала Полиция Полиция-то не снимает И тогда они подали на нее Все данного процесса Против полиции Выиграны Полиция запрещала Ну допустим Там какой-то адвокат Сидит и адвокат И говорит Выступает И говорит Вот в местах Еще есть место Где туда-сюда Это суды Судья может разрешить Или не разрешить А военные базы? Что-то мне не верится Военные корабли Не базы Ну а есть ли военные базы? Что-то пойдешь туда снимать? Это там написано Ты не пойдешь А у них предупреждение же висит Это именно открытое пространство Где? А военные базы А на корабле Как я пойду? Какой смысл у меня на корабль? В тюрьме подойди сейчас снимай Мы поднимаемся здесь Последнее куда я попаду Это корабль Вы сами понимаете Мы здесь тюрьма Я везде могу попасть Газификацию Ну на корабль Как я попаду? Там катер нужен Чтоб туда доехать Ну это для тех Кто работает там Это же не мы одни такие Там есть которые работают Капитаны Команда огромная У них головы больше Чем у меня Пускай С военного корабля И военные корабли Как написано? Это я понимаю Так поехали Можно тоже на эту тему Евангелие от Марка 8 глава 13 по 21 стихи И оставив их Опять вошел в лодку И отправился на ту сторону При всем ученики Его забыли взять хлебов И кроме одного хлеба Не имели с собой в лодке А он заповедовал им Говоря Смотрите Берегитесь закваски Фарисейской И закваски Иродовой И рассуждая между собой Говорили Что значит Что хлебов нет у нас? А И говорили Это значит Что хлебов нет у нас Иисус уразумев Говорит им Что рассуждаете о том Что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете И не разумеете Еще ли окаменено У вас сердце Имея очи И не видите Имея уши И не слышите И не помните Когда я пять хлебов Реломил Для пяти тысяч человек Сколько полных коробов Набрали вы кусков? Говорят ему Двенадцать А когда семь Для четырех тысяч Сколько корзин набрали Вы оставшихся кусков Сказали Семь И сказал им Как же не разумеете Толкованием Господь оставляет Фарисеев Как людей Неисправимых Ибо Медлить Должно там Где есть надежда На исправление А где зло Неисправимо Оттуда Надлежит Бежать Ученики Забыли Взять хлебы По особому Устроению Божию Чтобы они После строгого Выговора Христова Сделались разумнее И познали Силу Христову Учение Фарисеев И Иродиан Называет Закваскую По той причине Что оно было Терпко И исполнено Ветхой злобы И всякий Кто обвешал Во зле И не может Говорить ничего Духовного Чтобы усладить Гортань Слышащего Имеет Себя Закваску Древней злобы То есть учение Ядовитое И ведущие Принявших Его только К раскаянию Что-то непонятно Еще раз И всякий Кто обвешал Во зле И не может Говорить Ничего Духовного Чтобы усладить Гортань Слышащего Имеет Себя Закваску Древней злобы То есть учение Ядовитое И ведущие Принявших Его Только К раскаянию Покаяться Надо Звое Но кто Были Но кто Были Иродиане Это Какие-то Новоявившиеся Учители Кои говорили Что Ирод Есть Христос И что В него Должно Верить Как Бог Име Молится Хошимин Такая же Петрушка Все Все Что-то там Непонятно Так Вы думаете Ирод Отчего Голубь потерял Что Полцарста Кинул Что это Ради Написано Женщина Ее имя Неизвестно Но Сохранилось Так будто Ее звали Соломея Кто В интернете Видел Как Соломея Пляшет Видела Где У меня У меня Видел Так Еще Кто Видел Это Нечто Только Думаешь Ирод Потерял Голову Это Понятно Отчего Сколько Она На это Училась А как Она Это Сегодняшняя Артистка Американка Конечно Но Она Вошла Так В роль Что И он Сидит Какой Рот Разевает Ирод Настоящий Ирод Это Означает Грубый Так Кто Хотел Посмотреть Как Не надо Панцевать И как Вообще Не надо Насовать И что Вообще Не надо Танцевать Да Тогда Закончим Здесь И можешь Я постараюсь А Евреи Когда Вот Это Вот Евреи Танцуют Ну Евреи Танцуют Когда Танец Сколько На ней Одежек Разрачные И как Она По одной Сбрасывает И как Она Перевернется И покажет И И упадет На пол И там Дается Толкование Что Если Она Согласилась На просьбу Мужчина Это означает Не только Танцевать Согласилась Конечно Тут Все Глубже Намного Почему Так И смотрели На нее А уже Тут Добавили Она Присала Голову И она Кресители Отрезали И она Как-то Переходила Ярдан Ярдан Был Застывший И она Провалилась И Ельдины Перетерли Ей Голову И Она Ногами В воде Там Мотала И Танцевала И И Голову И И И Принесли Эту Голову И Е Не 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 А Что Когда Его В Галлию Отправили Этот Тиберий Еще Не Пишут Ну Как Не Пишут Не Пишут Я Не В Галлии Откуда В Галлии Там Замерзла Это Нет Вы Не Досказали Что Его Потом Сослали В Галлию Вместе С женой Соломеей И Там Там Да Там Уже Примерзла И Главное Что Сошлась Голова И Она Ногами Присала И Запрятку Голова Осталась И Также Матери Принесли Карма Ну Это Может быть Господь Не Ложись Старайтесь Не Задевать Даже Они Приназначены Для Продажи Поэтому Не Должно Быть Ни Одной Плятышкой Не Полный Тестра Дещи Кто Хочет Посмотреть Соломей Пляску Зайдем Ко Мне Пост Рождествен Какие Пляски Сегодня Воскресенье Давайте После Рождества Ты Правда Воскресенье Воскресенье Есть Поста Евангелие От Марка Восьмая Глава Двадцатого По Двадцатой Стихи Приходит Вифсаиду И Приводит К нему Слепого И Просят Чтобы Прикоснулся К нему Он Взяв Слепого За руку Вывел Его Вон Из Селения И Плюнув Ему На глаза Возложил На него Руки И Спросил Его Видит Ли Что Он Взглянув Сказал Вижу Проходящих Людей Потом Опять Возложил Руки На глаза Ему И Велел Ему Взглянуть И Он Исцелел И Стал Видеть Все Ясно И Послал Его Домой Сказав Не Заходи В селение И Не Рассказывай Никому В селении Толкование Вера Приведших Не Была Чиста Почему Господь И Выводит Слепого И Селения И Потом Уже исцеляет Его Он Плюет На Очи Слепого И Возлагает На Него Руки Дабы Мы Знали Что Божественное Слово И Следующее За словом Действие Может Совершить чудеса И И Рука Рука Селение Селение Что Жители Вифсаиды Как Я Сказал Были Неверные И Человек Тот Среди Них Повредил Б Своей Душе Не Велит Даже Никому И Говорить О Случившемся С ним Чтоб Неверующие Не Подверглись Большему Осуждению И Мы Часто Бываем Слепу Душою Живя В селении То Есть В мире Сем Но Когда Выходим Из Селения То Есть Когда Отвергаемся Дел Мира Христос Исцеляет Нас По Исцелению Он Говорит Нам Чтобы Мы Не Возвращались Опять В село Но Шли Домой А Дом Каждого Из Нас Есть Небо И Тамошние Обители Так Мне Нужен Оппонент Один Сейчас На одну Тему Побеседовать Чтобы Он Серьезно Противостоял Мне У нас Девочки Вот Эта Маленькая Как Звать Мария Мария Рядом В России Вы знаете Ее По Порядку Возьмите Одеты На Меня Прям Нападают Ну А то Переборщили Маленькие Девочки В платках А у Старобрядцев Они Полголовы Вот Открыты Вот Убери А вот Что Останется И Вот Так Вот Если Только Зашел Сразу Видел Не Забудешь Я Знаешь Куда Подойти Куда Посхватывать А у Нас Нет Ну Кто Нибудь На ту Сторон Встаньте Хотя Бновременно В роль Старобрядца Займите И Начните Меня Упрекать Я Буду Доказывать Там Сказано Говорит Замужья Незамужья А Девочки Это не женщина А я Отмечаю Здесь Трещу Это Женском Поле Женского Пола Так Там Не написано Замужья Не Замужья С этого И Сходим Раз Не Написано Значит И Вывод Делать Буду Рядом Трещу Трещу стоит без платка или половина головы а половина головы это вообще никуда не относится нашим вашим определенно платке или не платке прикрыто или не прикрыто но то что вы говорите что это касается замужья и замужья это вот сразу же под корень и одной шапкой собью их а у меня речь идет о женском поле значит речь идет о мужчин мужской пол должен быть без головного убора но это не все теперь дальше уязвимость старообрядческая метода в чем она девица она без платка девочка девица она же не вышла замуж ей уже 50 лет есть такие не вышли 9 миллионов у нас женщин которые никогда не будут женихов не хватает когда на поток будет надевать она девица замуж не выходила себя сохранила но ни монашка просто никто не взял и кого-то товар оказался не нужен так все заглохло то есть она должна поток да в какой возраст вы должны что-то придумать 25 там платок на него надевать вам в 30-летнем возрасте или что-то как-то определенно так это еще не все дальше то уязвимость какая что если вы понимаете замужья не замужья сразу вопрос а для чего вы полголовы открываете когда четкое обозначение и нету еще с какой стель вы должны показать цель у нас здесь были которые наши к старым братцам вернулись а сразу раз полголовы я сделал замечание там так запылили я буду нормально ходили одеты это а к ним поехали там на свадьбу к родственник это уже полголова открытая то есть они умышленно снимают с них умышленно позорят и умышленно бесчестью ты но если объяснение тогда как оппонент мой я говорю по делу нет значит ты не будешь больше по старо брюшки а уж он там выбросил кверху белый плак или белый подсадик и не имеет защиты сдался на этом кончено все только в атаке одеты как у нас но уже имели разговор потеряете же живет и как как и какое отношение число я гружу усы подрезают все почти подрезают старобрядцы не подрезают мы не подрезаем патриарх стоит видно обстрижены рядом с ним священники которые все до одного может быть есть какие-то я их не всех встречал у нас не трогают ну а как он умешает как его мешает а причащаться будешь ты заденешь так и естественно что заденешь почему ты язык не отрезаешь он же тоже задели совершенно не объяснили зачем я бы посмотри верующий человек ставший атеистом фридрих ангель сидит у него только небольшая ямка так не видать вообще ничего такая поменьше я грулени на один клинышек у сталина только усы а у хрущева даже на голове нет еще и все друг за другом идут это власть она сразу видит это муж это мужчина а сколько времени вы ее отращивали во-первых я не отращивал редиска сама растет главное семя посадить еще на тивность а у императоров наоборот с той стороны павел бритый александр бритый а там пошел усы и пошли нет я имею ввиду императоров с той стороны наоборот у александр этого александр 3 уже маленькая бородка николая уже побольше бородка николая 2 2 помочь уже такая настоящих с бородой было непострижен вот лев толстой достоевский это мужчина и что интересно какие относительно женского пола как они сурово все пишут как об этом пишет если он пилосе он поехали было душа не было собор установил знаете иуда бен гур когда он разговаривает с ней уже полюбил ее это эстер и свирь а вы жениха видели отец сватает который нет я его не видела а каждый замуж идет ты его любишь я научусь любить его кротко и смиренно я научусь любить его это все отвлеченное мне одни говорят знаете у меня на лечественной площадке ваш знакомый живет и она за него вышла как она его не любила а потом узнала какой он хороший и она будет никогда не за кого не вышла только за него такой у него характер сам так может быть она женщина тоже воображает какую-то красоту не один мужчина а мужчина говорят там приятный как-то красивый не скажешь хотя это почему присвоили женщины а как прекрасный пол самый губительный пол прекрасного пола поздравить через женщин мы все умираем да вы соломон горитя искал среди мужчин одного нашел среди женщин ни одной среди тысячи и так через ее мы все умираем мне один будет а где вы говорили что женщина как смерть я пишу язык и сеансы написано не нашел не смерть горши смерти горши смерти ты не знала прожила гореть это все вместе перец хрен редко все смешано а когда хочешь узнать какая должна быть жена 30 главу при часа считай почему же тогда пословица гласит что любовь зла полюбишь и любовь зла полюбишь и козла это мирское мирской а вот здесь определенно какая она встает рано как она все выставлю дети и сыты и одеты веретено в руках у нее то есть вот тогда так было все он одно призывало перечисляется вот поэтому дочерей своих так готовьте мне понравилось вот один ролик я посмотрел он я не могу сейчас сказать кто осетин вроде бы мусульманин и приял веру христианскую его не убили он закончил семинар сейчас батюшка и семья большая 8 там кажется одни девчонки парня не видно маленького такая девчушка вот такая вот сидит на машинке что-то стращит машиночка такая маленькая а другая уже взрослая 13 лет на стол подают а ты кем хочешь быть она говорит женой она не выбираешь артисткой быть или кем-то женой ее учат все время быть женой как воспитывать детей будешь как ты мужа будешь встречать как готовить как устоять присоблазнами вот как готовить очень по подробнее я считал про одного где-то там в латинске где-то на фронте был и стал рассказывать жена должна обладать такими качествами верности один подошел такой должен играть и что жена ты хоть а то философ да я же на 3 и что ты сейчас на сколько у меня командировка на три года и ты веришь что жена там не с кем я уверен она у меня христианка давай по рукам давайте договор составит а я соблазнил твою жену на грех я не знаю ну ты ну хочу тогда еще буду стараться то есть ты проезжаешь да еще и отдашь еще то они там заключили но он приехал я был с вашим мужем как у вас муж прекрасный там и она его сразу раскусила она его знает глянула только на него видно какой-то она стала рассказывать чем я занимаюсь он идет на нее чем больше смотрит тем больше влюбляется по-настоящему и она его завела его на раскат а вот это вот особенно в этом углу вот а вот это вот это с такого-то вверх он подошел пощупал дарился никого нету она завела его туда где не выходят заперла его и все на этом конец он постучал выхода нету а потом слуга открывает там метра 4 высота стена ровная и он ему переду опускает а ведро что от тебя останется поднимем наверх и она его через три года только выпустила чтобы не скучно было веретёжку опустила кудели дала научила вязать варежки показали там ни один человек ему не заходил вот когда уже уже узнали что муж тято на подходе она его выпустила и он не знает куда бежать а вот это он подъезжает ну здорово инакентий ну как чё как ну как моя жена вы его я бы век туда не пришел и вот и все доказательства надо работать у меня брат поверен работал на авиационном заводе в Новосибирске Андрея Долгова и вот он подходит один и говорит сейчас пришли говорят а там рядом сад Дзержинском или как называется там с площадкой рядом воинской части моя Лариска опять с солдатами я убью ее он говорит ты подожди ты где ее нашел на сад площадке она там и есть так Андрей Федотович а ты где ее взял а я говорит из армии вернулся первым делом пошел в церковь старобрядец стал молиться и гляжу три девушки стоят а это Надежда Васильевна всех их знает я увидел что я не могу сейчас сказать почему я выбрал то именно эту как она поет как она глаза опустила как постепенно познакомился с ее родителями съездил но вот теперь мы живем вот сейчас деньги преображения я искать ее не буду там не будет она в площадке а где она в храме поет я знаю она на клирусе вот где искать надо поняла там искать надо я недавно с одной переписывался талантливая девушка пишет музыку стихи и сама поет я решил ее с одним познакомить парнем вижу что хорошее и я его люблю и все я не ожидал как она меня ответила она говорит я поставила себе закон я девица сохранил меня господь и чтобы он был тоже сохранивший себя а кого упоказывать я уже с ним переписывалась он имел женщину за такого я не выйду я первый раз такое встретил я не то что зауважала влюбился в нее какая она хорошая молодец она поставила одно правило только не богатый не специалист это все на житое здесь и вот людмила плет есть такая проповедница и вот она говорит между нами девочками там рассказ я в конце его написал беседует она женщины которые я написал такую проповедь и патриарх никто не скажет как она говорит как когда человек не сохранил себя насколько остается какие раны сидят за столом обедать обоим по 85 лет никого нет больше вот и все и друг бабка сидит агапия то он и как пол бы ударил я ложкой она стерла василий за что 85 лет эх агапия как вспомнишь ты тебя не девушку взял сердце кровью обливается а уж крови то нет лягушачья вода понятно вот главное сохранить молодежь сейчас бери ее держи а у них что придумали у этих у католиков было целом пояс целомудрия уходит какой-то стальной щит надевает до определенного момента на замок и замок с собой ключ внес видимо можно было ходить но мыться то нельзя видимо с этим щитом окружалом то ему было щит целомудрия у него броня то кольчушка маленькая а у нее как раз век живи век учись задумалась все силы приложите чтобы сохранить молодость молодежь евангелие от марка 8 глава 27 по 30 стих и пошел иисус учениками своими вселения кесарии филипповой дорогую он спрашивал учеников своих за кого почитают меня люди они отвечали за иоанна крестителя другие же за лию а иные за одного из пророков он говорит им а вы за кого почитаете меня петр сказал ему в ответ ты христос и запретил им чтобы никому не говорили о нем толкование спрашивает их о себе отведя далеко от иудеев чтобы им некого было бояться исповедать истину господь не велел им говорить никому потому что хотел прикрыть славу свою дабы многие не соблазнились о нем при неверии и при неверии не сделались повинными большему наказанию соблазнились о нем знаете что он объясняет почему он говорил никому не говорите его толкование дается и толкование еще непонятное прочитать слушайте очень внимательно почему он запрещал говорить о себе исцелять никому не говори господь не велел им говорить никому потому что хотел прикрыть славу свою дабы многие не соблазнились о нем и при неверии не сделались повинному большему наказанию так объясни что это о чем ты считаешь так объясни что это да вот он объяснит о чем ты считал знаешь да разумеешь ты молчи никому не говори почему он не велел говорить не знаешь напрасно губами шевелишь Василий Николаевич можешь объяснить да ушами прохлопают у него уши очень большие как у слона да и хлопают они в момент когда нужно слушать и до глаз и не видеть ничего за одно отсюда и не разумеет он тоже не хочет чтобы про него говорили что он ленивый и не хочет он не ленивый у него просто уши большие так так кто желает давай ну когда его на кресте будут распинать что они не поверят что он так повтори все что когда его распнут они разуверятся в него почему ну он сказал что он Христос то есть он царь а тут царя распинают прижми крылышком размахалась ну вот и они веру потеряли у меня сестра глухонемая я привыкла не надо здесь я слышу так почти объяснила вон вот и Игнатий Тихонович вон Еня Еня давай они ждали земного царя они ждали земного царя то что он свергнет игорь римская его царица они ждали Христа они ждали как что он будет править на земле а не на небе и и поэтому что когда они узнают что он Христос уверятся в этом что они его посадят на трон грубо говоря ну на ясном городе нет чтобы они не разочаровались что он вы не слышали что он что он не ну они подумали наверное что хороший царь такой это когда голод дает всем хлеб раздает из двух хлебушков ты руку поднимай Ваня говорит Ваня я туда не пролезу давай бугни как вставай как следует громко они наверное думали то что он говорил то что он царь иудейский но они то думали то что вот вот этот царь ничего себе из двух хлебушков сделает всем чтоб хватило голода значит не будет людей из мертвых поднимает то есть армия такая идет он рукой взмахнется и сразу восстанут обратно они думали то что вот ничего себе царь нам идет хотели его у вас и посадить а он от них уходит специально прячется неужели решила о царе когда говорили о царе они вообще никакого значения ни о войсках ни о чем не было это вы уже добавляете здесь что то другое царя не пойдет не пойдет давай еще раз когда все в него поверят что он царь и его распнут на кресте вы чего этого царя замкнули я скажу я про царя не перебиваю а когда его распнут на кресте они разуверятся в его божественной почему она разуверится ну что царь позволил себя ну царей тоже брали казнили царь какой небесный царей сейчас подожди царей казнили неоднократно иудейские брали плененые были головы царь это не гарантия что его никто никуда не денет царь какое слово потому что бог что они в него верят что он так подожди-ка здесь идет речь о том чтобы они его вот он запрещал им почему он запрещал говорить о себе почему он запрещал что не пришло время почему не пришло время и он просил не говорить никому не пришло время ну дальше какое время то не пришло время когда можно его ну как сказать к нему а после чего можно а до чего нельзя потому что он еще не умер за них и не мог их спасти за нас ну и что а да ещё я тебе скажу не в похвалу будь сказано вот эта книга и там статья сеявшаяся слезами, будут пожинать с радостью такого корреспондента мне прислали я на один день приехал в Барнарол и он тут же явился и он все записал и говорит про меня пишет у Игнатия Тихоновича главная черта самая необъяснимая в такой простой форме, чтобы любая бабка поняла он ухватил это я после узнал умница а что именно? вы до конца никак не можете понять дело в том, что он сотворил чудо перед этим чудо а это сотворить может только Бог не царь никакой царь это не может сделать это делает только Бог он встречает из мертвых и поэтому если они его воспринимали как Бог хотя это теплилось у них а теперь когда увидят, он без помощи не может за себя заступить если ты свят Божий и садист Креста не говорили, если ты царь царь это просто насмешка была вот тогда он выдавал себя за Бога они ему не раз говорили ты человек и делаешь себя равным Богу обвинение это вот мусульмане говорят а где он себя называл Богом? его вся жизнь показывала 10-30 евангелий от Иоанна я отец одно первая глава, первый стих евангелия от Иоанна вначале было слово слово было у Бога и слово было Бог я есим сущий да он Бог тут конечно слово даже сущий еще не разъяснит хотя нам понятно но именно иудеи его хотели, говорит, раз в пять за то, что он делал себя равным Богу то есть всем было понятно что он выдает себя за Бога и поэтому то чудо, которое было оно только в Божьей компетенции было и он сказал, не надо потом скажете, когда увидите, что я воскрес скажу, что по тому ему это все было доступно за Бога, не за царя на царя вы забкнулись и тормозите говори, где они всех возослила я тоже сужу, чтобы они не записывались за Бога это в обвинении ему было за Бога не поднялась себя равным Богом а ты чего постеснялось слово Бог сказал? Богу он сказал нет, 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 нет не на земле, что такое не цепляйтесь уже все, я имела виду так, подожди в следующий раз, как ты будешь говорить сначала буду руки привязывать к скамейке нет а лучше под себя и сидеть ты именно царя имела в виду это понятно не туда пошла причина одна теперь считай толкование вы сейчас смотри как он маленько тут или я не знаю сокращенно или что Господь не велел им говорить никому Господь мы это знаем и они его за Господа видели, это только Господь Бог может сделать не Господь Иисус, а Господь Бог дальше потому что хотел прикрыть славу свою какую славу Божию чтобы не видно было пусть они думают как обыкновенный человек пророк воскресил и тогда они не соблазняться они когда шли вымарцы говорили у нас пророк сильный в слове и в деле он как скажет так и будет не в слове только, а в деле даже но вместе с тем третий день как его нет а мы то думали он тот, который даст свободу Израиля сядет на коня соберет войска и римская вода сейчас это сбросит они этим бредили они это везде и везде вталкивали свобода свобода бредом а нет ее свободы потому что мы не достойны этой свободы вот сейчас как только что-то начнется где-то а сейчас вплотную уже подходит к этому ох и трудно будет нам ходить мы так разбаловались вот этой свободы ну собираемся молимся разбаловались вчера мне сообщили там баптистов каких-то я не знаю где тут у них на каком месте они что-то и рядом другие какое-то название там воскресение Господне ну секты по-разному называют и они должны были платить это много больше но для церкви для общины для здания а они сделали как такое теперь все уже крест все вывесили власти приходят убрать у вас земля была под частное жилье понятно то есть которое раньше было они вроде не трогают ну показывает хороший храм стоит на деревянной такой купол иконы им раз в 15 предупреждали их а они с властями не знают себя власти все от антихристов ну и власти тоже так они их предупреждают они ни в какую и тогда уже решение суд выносит убрать и показано как эскаватор ломает летит купол все остальное они сидят рядом но рядом полиция одно движение значит срок но это гонение называют вот гонение называют это сегодняшнее на веру вот если они сейчас что-то начнут еще придумать это закон яровой пугали выходить нельзя мы курсы прошли на одной стороне регистрация краевой отдела юстиции а на другой прошел курс батюшка расписался пищать община стоит и на наших осемилийцев заходят я не знаю показывали мне но они знают нас показывала да я показывала у меня спрашивали ну вот такое дело закон яровой нас не тронул почему мне сразу Степаненко Максим написал поторопитесь штрафы огромные накладывает и мы я приехал сюда мы уже все отпечатали некоторые ни разу не ходили но сказали я пойду вот Янила Глушкова и ей выдали она знает ответит знает как на одной стороне у нас сергопирована регистрация номер там все герд страны российской а на другой прошел полный курс может проповедовать говорить милиция нас трогать не может по закону то есть мы вошли в этот закон а другие а мы не регистрируемся значит вы на это пошли раз не регистрируетесь значит заранее обрекли себя на гонение гонение должны воспринимать как должно но мы то ни в чем не уступили нигде не пятились просто надо смотреть власть надо даже осмотреть что проповедуется ну главный закон ударил это по мусульманам шахиды разные какие там там столько попало их закрыла власть все еще нет следители его вы сейчас берут да главное сроки какие наматывают один из швеции студент приехал и выступал еще он делал еще не делал там крестил он кого-то из них лет пять что ли дали за убийство пять лет дают только дома эти все конфисковали у них у них называется зал царства где в россии конфисковали да он приехал сюда и у них проповедовал здесь ну там же нашли шпионскую сеть у них шпионскую сеть нашли они шпионили как последние сукины дети на америку ну в общем так закон не просто так не просто посадили что он проповедовал нет нет он еще больше не было за ним больше его обвинения нет еще мы не будем придумывать ничего ты знал закон этот а ему сказали сказали вы знали отошли запрещено вам вы не прошли регистрацию мы вас не знаем ничего он не проповедовал кроме того что по их учили так еще бы конечно о чем будет да я шпион здравствуйте я не могу добавить даже мне он неприятен я заступаю за свидетелей Игова они меня в счастье своих считают да вы святой в первую очередь государство не теократическое они хорошие работники хорошие семьи у них они очень дружные они никакого зла не делают они кровь там зачем нам кровь они так же живут без крови без нашей ну и там еще переливание крови не разрешают у них да еще собственно нету и какой-то там большой юрист написал и Путину и сказали что Путин сказал рассмотрим у него 470 что ли место закрыли сконписковали дома огромные залы литературу я православный если так по дворкински рассуждать то ну конечно убрали них нету но это не дело мы перед законом все равны и царь батюшка мы все его подопечные он одинаково должен не так что с патриархом целоваться а католика пнуть по задницу нет он одинаково всех должен принимать ну это весь советники которые из пятидесятников старообрядцев нету их не пригласили я думаю это и есть патриарху он цветы дарит а? на те займись что патриарху вот такими букетами таскает понимаете не надо так предвзято а вот там любит не любит закон есть из всех законов мы в этот закон старались войти у нас барак где зарегистрировано я пошел перерегистрировать чтобы на это к нам приходил глава этой миссионерского 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 говорю регистрационного маковей Валерий Иванович полковник он начальник вот здесь он сидел с этой стороны пришла кандидат там наук каких-то зав.капель теологии вот так много кто был у нас была кто как ее звать так кажется или Маратовна Марина Маратовна Маратовна Валобоева вот вот к слову сказать он нас потеряет все вот эти снимки делал Валобоев Александр Павлович он у нас приезжает в общей сложности 30 лет большинство фотографий здесь и сейчас объявили в Москву он уехал на какое-то там фотосессия а у него фотографии на международных конкурсах премию получал и он потерялся потерялся и мне позвонились редакции вы знаете Игнать Тихонович знаю а вы знаете что он алкоголит не знаю я знаю выпивает но я его пьяным ни разу не видел алкоголит мог там выпить дорогая аппаратура потерялся без следа нигде нету Александр Павлович их трое такой значит по-другому о нем не скажешь стеснительный смиренный кроткий и такой легкий туманный юмор у него недавно недавно кстати увидел в музее я в музее как раз был когда он там был он говорит как Игнать Тихонович передавает привет от меня а вы как раз тоже видели его нету значит Александр помолиться живой он или не живой Александр Павлович хорошее фотографии понимаешь сколько раз он к нам приезжал потеряя пусть с ним а мне позвонил Каспришин Каспришин Андрей Николаевич а он получил недавно премию от Путина за всю историю потеряю Алтайского края среди вот этих журналистов это второй человек удостоился такой награды и он мне позвонил Саша потерялся тоже хороший мужчина спокойный так он более открытый юмор он как-то писал говорит я в одном селе был старобрящицком здесь приняли хорошо но поели накормили я все снимаю кто-то увидел на фотоаппарате написано Никон как они поднимут Никон они говорят я не знаю я им доказываю что это фирма такая в Японии Никон написано не знаю то ли тут или что аппарат оказался в воде я не знаю за этот случай или нет и там один из старобрядцев парнишка там лет 15 такой дождь все размонтировал разобрал его по счастям просушил отдал работает вот это Никон их булгачил все когда песков Василий Михайлович обнаружил он про природу пишет и что говорит интересно мы разговариваем и вот он Карп Осипович Лыков и фамилия это Лыков лесной человек и он говорит разговаривает Алексей Михайлович о Никоне так как будто они живут за стенкой у него ему говорю война была с Гитлером как немец напал германец второй раз пошел на нас Петру проклятие это он с немцами икшался Петру проклятие с немцами икшался а это прошло двести лет двести лет тому назад двести пятьдесят даже лет старобрядцы никому ничего не прощают взяли на себя роль Бога это у нас в общей не был и к маме вашей должен был поехать священник местный но этот брату Севастьяну подходит этот наш брат и говорит там говорит это отца Никона кто будет провожать этот потерявь какого отца Никона ну говорит у старобрядческого то он говорит Николу а мне говорит все равно а сейчас он сам в старобрядцах что интересно Никон это святое имя святого и у старобрядцев они были Никоны но после того как Никон вот здесь проштрафился они Никоном ни одного ребенка не назовут а у немцев Адольф ну ясное дело что пропащий человек а они Адольфом сегодня называют у русских Иосиф стали у нас Иосифа полно полно здесь нет намерта старобрядцы никогда никому ничего не прощают у них проповедь одна 350 лет ты эритик переходи к нам посвязательный знак и все а она скажет и она скажет ты эритик переходи к нам так интонация другая доказать ничего не могут и не надо доказывать потому что Христос возносился им буперство благословил написано благословлял но не написано как так понятно причем я хочу подтвердить слова Игнати Игнача вы думаете он придумывает когда говорит эритик переходи к нам я был на конференции в 2003 году вот в этом в университете огромный зал все и там выступали всем дали слово православным и вышел этот начетчик у них старобрядческий долго что-то говорил а в конце говорит ну а в заключении я что могу вам сказать понимаете все веры это еретические поэтому приходите к нам вот так прямо сказал и я это так и осел там я думал Игнатиныч как бы у девиз какой-то говорит нет это четко так прямо и вот еще как-то интересно Елисеев Елисей Елисеевич я еще подумал это не нарочно что ли так Елисеев Елисей Елисей из Новосибирска на четчик знаете я знаю переписывался со мной его тоже забанили свои ну видать самый такой передовой был но однако главный аргумент посадили дурака на четыре кулака на четыре а то им на восемнадцать наши там буями которые были здесь ушли туда замолкли сразу тишина не один рта не раскроет нет почему один то пришел раскрыл ну он сидел он говорил сидел а потом встал и говорит ну я тут пришел для того сказать что ну вы то понимаете где вы находитесь переходите к нам он не может по-другому но он из крови большей тупости больше не любви к слову божьей нигде нет кто считает библию сойдет с ума это старообрядческая наработка а вот бей жидок спасай россию это наработка новообрядцев все беды в евреях я говорю мне тоже он скажет а вы можете доказать что другое я говорю могу еще не пяти минут как-то я говорю ко мне мне привезли еврея чистопородного Наум Израилевич родители в Израиле он побыл не больше трех часов вышел из моего дома православный я поехал в Москву мы его крестили в полное погружение переделки на дачу писателей переделали митрополита Филиппа Колычева и он теперь священник православный священник пусть через каждого священника не через мирянина придет один еврей и все так у него есть семья такая его дети поехали в Израиль видимо к дедам то а они видимо знали что он их отец их не пропустили через границу вернули назад евреи понимаешь это опыт жизни его нельзя никак искусственно создать и он начинает надо бороться с ними надо бороться как любовь я им должен доказать что со Христом лучше чем без Христа просто понятно мусульмане надо с ними бороться надо а оружие любовь и в тюрьме когда по каверам шли я первым делом старался помочь мусульманам потому что другой народ тут то он никто 40 человек его там по стенке размажут соскребать нечего будет тут он тихий и он нигде а тут я вдруг подхожу и кто мусульманин первым бумагу даю ему евангелие он не знает что такое какая нужда что можно сделать чтобы он не отчаялся так он же мусульман такой знаю это знаю ну я так понимаю я не настаиваю на это может вы меня будете обвинять за это он мусульманин но он тоже человек все ну все так слева от меня самый крупный мелкий парень с той стороны достойно есть от кого истину положите тебя богородицу признавлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафин без истения бога слово рожжую сущую богородицу тебя величай своими словами Василий Николаевич поблагодари Бога а я не могу сказать благодарность уши большие не может да еще поблагодари хотя бы несколько слов скажи благодарность и бог откроет сердце твое прочитай молитву славы отцу и сыну и в конце аминь отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приидит царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас в искушение но избавь нас от лукавого и проявляй сила и слава вовеки аминь аминь господи прими нашу молитву воздяня рук как жертву вечернее благоухание приятное перед престолом благодати Твоей господи соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящихся тебе на небе и на земле ты творец вселенной всевышний бог наш услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее любящий наш отец небесный ради голговских страданий сына Твоего единородного господа и бога нашего иисуса христа ради пролитой крови его за нас грешных прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спасти их владыка и помилуй аллилуйя аминь аминь господи владыка слушает и дослышит раб Твой аминь 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 бога слава и бога слава и аминь аминь